Всем привет, с вами Ваня Григорьев и сегодня я вам расскажу все факты о абсолютно всех существующих мобов, то есть каждому мобу я рассказываю по нескольку фактов. Итак, поехали. На данный момент в Майнкрафте всего есть 67 существующих мобов и каждый моб имеет свою функцию, свое поведение на окружающих и так далее. Но самое интересное это узнать интересные факты о них. Я буду рассказывать, начиная с старых мобов, заканчивая до самых новых. Версия 1.1. Много, много стандартных мобов. И давайте начнем с курицы. Курица. Курицу можно запихнуть в котле, либо же в воронке, а чтобы это сделать, нужно проделать вот такой механизм. Курицу можно убить деревянным мечом без чара в ценовой разы. Из куриц можно сделать куриную бомбу. Овца. Овца это единственный моб, который есть травой спустя некоторое время и тем самым заменяет влок зерна на землю. Овечек можно размножить пшеницей. Овцу можно подстричь ножницей и тем самым получив шерсть. Овечек можно красить с помощью красителей. Если бирку переименовать на джеб и нажать пкм бирка на овцу, то у нее шерсть будет переливаться разными цветами. Что довольно выглядит неплохо. Волк. Или я так буду лучше называть собакой. Собака это единственный первый моб, которому можно было приучить костям. Ошельник собаки можно красить в абсолютно любой цвет. Собак можно размножить, сначала приучив костями, а затем мясом. Если на вас напали собаки и вы хотите их покормить мясом, то это не получится. Они не перестанут на вас нападать. Такие они злобные мобы, да. Так что будьте с ними осторожны. Чешуница. Чешуница можно найти только около портала Вэнд. Если самать камень с монстрами, то может появиться чешуница. Коров. Коров также можно размножить пшеницей, как и овечек. Коров это единственный моб, с которого можно получить молоко. Мухомор. Или так я называю его грибной коровой. Грибная корова, в отличие от обычной, спавнится только в грибном биоме. А куда это я попал? Грибной корову можно постричь ножницей, превратив тем самым в грибную корову. Мухомор. Коровая корова, в отличие от обычной, даёт грибной суп вместо молока. Ах, как вкусно! Размножаются грибные коровы пшеницы, как и обычные коровы. Свинья. В ней можно размножать либо картошкой, либо морковкой. Свинья. Свинья. Свинья можно надеть седло, и тем самым кататься с помощью удочки с морковкой. Спрут. Спруты это единственные мобы, которые живут под водой. И считаются они самыми первыми морскими мобами. Из прутов падает черный мемешок, с помощью которого можно сделать себе черный краситель. Или черный краситель используется для того, чтобы украшать влаги и там, и всё такое. Каст. В виде каста можно его же Шарон, и тем самым получить очистку, переносить от крови. Пещерный паук. Пещерный паук, в отличие от бушного паука, спалится только заброшенной в шахте. В нормальной сложности при атаке пещерный паук может отравить вас. Паук. В отличие от пещерного паука, пауки имеют чуть больше хп. В отличие от других враждебных мобов, пауки при смерти переоборачиваются на спину. Пауки способны лазить по стенам, и тем самым могут прыгнуть на вас. Так что, будьте осторожны. Всегда строите и заделайте крышу. Пауки нейтральны по отношению к игроку. Ой, простите, я не хотел. Слизи. Слизи могут заспаниться разного размера. И могут распадаться на среднем или в очередной части. Маленькие. Маленькие слизи не могут нанести урон игроку, так как они по своему размеру слишком слабы. Режимы по умолчанию слизи можно найти только в болотах. И в плоском режиме. Житель. В версии 1.14 у жителей появились профессии. В новой версии у жителей появился новый распорядок дня. В каждом биоме жители имеют свой внешний вид. Также жители могут пользоваться верстаком и вариациями пауков из версии 1.14. Жители очень боятся зомби. Свино-зомби. Свино-зомби нейтральны и никогда не нападут на вас просто так. Если свино-зомби ударить, то ближайшие свино-зомби будут вас атаковать. Крипер. Если нажать правой кнопкой мыши на крипера, то он взорвется. Если в крипера попадет молния, то он превратится в лидерческого крипера. Который мощнее 2 раза, чем научный крипер. Криперы боятся кошек. При виде кошек он начинает отходить. Если скрипер убьет крипера, то из крипера попадет за роду на пластинку. Если крипер взорвется на полублоке, то останется... Крепер похвастет полублок, но дёрна останутся в порядке. Креперы появились из-за ошибки про крамму пози. И вместо них должна появиться обычная свинья. Скелет. Скелет это единственный моб, который спаунтится как и в обычном мире, как и в мире Незер. В версии 1.9 скелетам была добавлена анимация надержания лука. Как у игрока. Скелеты боятся собак, и тем самым он убегает от них. Зомби. Зомби не получают от зелия вреда. Если выкинуть зомби зелий в стерене, то он получит урон. Зомби может убить игрока с очень далекого расстояния. И фрит. Фрит умирает от дождя и воды. Зомби. Зомби зелий в стерене, предназначен для трактов полгода. Эндермен. Аске слизень. Аске слизень, в отличие от обычной слизни, имеют в 2 раза больше единиц здоровья. Аске слизень также распадаются на мелкие и средние слизни. Так, как и обычные. Аске слизень более выше прыгают, чем обычная слизня. И наносят больше урона. Эндермен. Эндермена боятся воды и дожди. И при получении урона от воды и дождя, они телепортируются. Эндермен имеет большое количество хп и наносит большой урон. У Эндермена нельзя попасть в триоли снежком. Если в него попасть, то он телепортируется. Просто. И всё. Уча его убивать мечом. Это гораздо удобнее и полезнее. Эндермен не может выбраться из паутины. Если надеть тыкву посмотреть на Эндермена, то он не станет атаковать вас. Он просто станет миром. Теперь мы переходим... Так, стоп. Мы забыли ещё про дополнительных мобов. Это такие, как снеговик, железный голем, прикон края, сушевистик, элегант или иллюзор. Пожалуй, я начну со снеговика. Снеговика можно создать с помощью двух боков снега и одной тыквы. Если поставить тыкву ножницей, то мы можем видеть второе лицо снеговика. Снеговик погибает от воды. Так же и от дождя. Железный голем. Голем не получает урона от падения. Голем не задыхается по драгоне. Как ни странно, но голем бы не такую скрипку. Такой перфюм вообще пофиг. Дракон Эндер. Дракон Эндер имеет 200 кг здоровья и считается одним из самых популярных боссов на экране. А именно стандартных. С версии 1.9 дракон Эндер начинает стрелять шарами. При этом образуя фиатого дыхания. Дыхание можно подобрать пузырьком. И тем самым получив очагу. После того, как вы убьете два раза Эндера дракона, вы больше не сможете получить свет дракона. И свет дракона в мире только одно. Единственное. Если вы хотите забрать, то советую очень сильно его надолго хоронить. защищать от скрейперов и всё такое. Иссушитель. Иссушитель призывает с помощью 4 песка души и 4 черепа свет иссушителя. У иссушителя есть 2 стадии. При появлении он взорвается, значит, лучше отойти. В первой стадии можно в него попасть. В второй стадии нельзя попасть в него. При смерти Визера его падает с Визгой. Веда Незера. Веда Незера нужна, чтобы скрасить маньяк. Гигант. Гиганта нельзя встретить в мире. Его можно призывать только командой. Ссылка в описании на команды, там призывание. Так что особо фактов у него пока что нет. Иллюзор. Иллюзору нельзя встретить в мире, его можно призывать только командой. Когда Иллюзор превращается в своих собратьев, его убить невозможно. И ведь поэтому модник его не вели. Потому что пока не придумали его основную механику. Так его убить можно быстро, но не всегда. Если он превращается в 4 киклонов, то всё. В версии 1.2.1 добавлен в моб Ациот. Ациоты, в отличие от обычных кошек, тоже отпугивают крипера. Ациоты считаются как дикие кошки. Их можно встретить только в джунглях. Размножаются Ациоты рыбой. В версии 1.4.2 добавлены 2 моба. Летучая мышь и ведьма. Начну с летучей мыши. У летучих мышей очень мало ХП. И встречаются они только в тёных местах. При убийстве летучей мыши не падает даже опыт. Весьма. Весьма использует 9 видов зелья. Некоторые из них она кидает игроку и 3 вида зелья. Это зелья отравления, зелья замедления и зелья вреда. Весьма участвует в турейде, когда начинается чертова волна. И тем самым она кидает зелья регенерации разбойников. Тем самым у хилики. Ведьма имеет шанс появиться в хижине ведьмы. Ведьма похожа на бледного деревенского жителя с бородавкой на носу. При другом облачении, несмотря на распространённое заблуждение, у ведьмы есть рот. Она носит одежду из фиолетового-зелёного цвета. И высокую черную шляпу с зелёной пряжкой. В версии 1.6.2 добавлен 1 моб в лошадь. И сейчас приведу факт о нём. На лошадь можно сесть, как на свинё, кликнув по ней, как правой кнопкой мыши. На свиньи на лошадке можно надеть не только седло, но и иконскую броню, чтобы повысить количество хп лошади. При помощи поводка лошадь можно соблыводить. У лошади есть свой индикатор здоровья. Версия 1.8. Добавлены 4 моба. Начну, пожалуй, с кролика. Кролики очень боятся игроков, и их очень трудно будет убить мечом. Спавн кроликов зависит, на каком объёме вы находитесь. Эндер Мид, или так называют её чешуница в крае. Эндер Мид с шансом 5% мог заспавниться в Энте. Если кинулись много жемчуков Эндера, то при телепортации может появиться Эндер Мид. Страж может убить спрута. Стража спаунится только внутри или около подводной крепости, и при этом только в воде. Страж атакует игрока с помощью луча. Луч заряжается несколько секунд и меняет свой цвет от фиолетового до яркого жёлтого. После полной зарядки, луч внезапно исчезает и наносит убить стража в ближнем бою при проблеме очищения, так как вода замедляет игрока. Древний Страж. Древний Страж является боссом подводной крепости. Древний Страж способен вызывать скример, от которого можно получить эффект утомления. Древний Страж. Версия 1.9. Добавлен 1 моб. Шалкер. Если шалкер попадет в вас с пулей, то у вас появятся эффекты левитации. И вы начнете парить воздух. Если шалкер закрыт, то он уносит меньше урона. А если я бью его по голове, то значит урон начнет повышаться. То есть он закрывает в себе. При атаке шалкеры иногда могут уцелепортиться в разное место. Версия 1.10. Добавлен 1 моб. Белый Медведь по отношению к игроку нейтральный. Ударив его, он нападет на вас. Если Белый Медведь идет с Детенышем, то он начнет на вас нападать. Просто так, защищав Детеныша. Белый Медведь быстрее пулут у игрока, так что убежать от них не так будет просто. Версия 1.11. Добавлены 11 мобов. Новый из них 4 моба. Начну пожалуй с Врезины. Врезина имеет 14 хп и наносит большой урон из-за своего железного меча в руках. Врезина может проходить... Врезина может проходить сквозь блоков. Врезина можно увидеть только заклинатель, иначе в мире Майнкрафта ее увидеть невозможно самому. Лошадь-скелет. Лошадь-скелета увидеть в мире Майнкрафта практически нереально. Только если при ударе молнии, при которой спавнится не только лошадь-скелет, но и скелет на нем наезднике. Лошадь-зомби. Лошадь-зомби это единственная лошадь, которого нереально найти в мире Майнкрафта. А ибо, возможно, это лошадь у зомби, но в файлах игры нет такого зомби-наездника, ибо неизвестно для чего вообще его добавили. Зомби-житель. Зомби-житель является редким особой между зомби, так что среди его где-то примерно шансом 2-5% в мире Майнкрафта. Зомби-жителя можно вылечить, скинув земли сабости ему и нажав на ПКМ золотым яблоком. Таким образом он превратится с гора в обычного жителя. Скелеты-сушители. Скелеты-сушители, в отличие от обычных скелетов, тёмные и вместо лука носят меч. При атаке они сушают игрока. Зима-гор. Зима-гора, в отличие от обычного скелета, стреляет стрелой с эффекта замедления, что усложняет движение на 30 секунд. Зима-гор представляет собой скелета, имеющего текстуру порванной болотной серой одежды, а также украшения на шее и белой глазнице. Кадавр. Кадавр, в отличие от обычного зомби, выше на 2 пикселя. Интересный факт, то что кадавр не горит на солнце, так как он пустын на одежде и приносит жару. ОСЕЛ ОСЕЛ это как световый гибрид лошади, только по характеристике он такой же, как и лошадь, только имеет и другие звуки. МУЛ МУЛ Мула это тёмный гибрид лошади, поэтому особых фактов про Мула нет. ЛАМА ЛАМА по отношению к игрокам нейтральны. Если ударить ЛАМА, то она начнёт плеваться, как верблюд. Размножаются ЛАМА с помощью СНОП СЕНО. Чтобы они размножились, нужно надеть на них жерткалёр. ПОБОРНИК Если переименовать БИРКУ на ДжОННИ, БИРКУ на ПОБОРНИК, то он начнёт всех атаковать. ПОБОРНИКИ ПОБОРНИКИ УЧАСТУВУЕТ В РЕДДИ. ОСОНОЕ ОРУЖИЕ У ПОБОРНИКОВ это ЖЕЛЕЗНОЙ ТОПОР, КОТОРЫЙ НАНОСИТ КЛОССАЛЬНЫЙ УРОН. СОКЛИНАТЕЛЬ У ЗАКНАТЕЛЕ есть два вида атак. Первым делом он призывает деснаждателей, вторым делом он призывает деснаждателей. ЗАКНАТЕЛЬ МОЖЕТ УЧАСТОВАТЬ В РЕДДИ с пятой волны, на нормальной сложности. ПЕРЕСИЯ 1.12 ДОБАВЛЕН 1 МОБ ПОПУГАЙ ПОПУГАЯ МОЖНО ПЕРЕУЧИТЬ СЕМЕНАМИ И ТЕМ САМЫМ МОЖЕТ К ВАМ СЕСТЬ НА ПЛЕЧО, ЕСЛИ КАК ОН САМ ЗАХОЧЕТ. ЧТОС ПОКА ОН НЕ ХОЧЕТ, КОНЕЧНО, К СОЖАЛЕЕ НЕЮ. ПОПУГАЯ МОЖЕТ Если вырубить пластинку рядом с попугаем, то он начнёт танцевать. В отличие от куриц, попугаи тоже не несут урона при падении, и тоже будут летать в воздухе. ПЕРЕСИЯ 1.13 ДОБАВЛЕННЫЕ 8 МОБ ЧТОРЬ ЗА НЕ ХОРЫБЫ Я ОНИХ НЕ БУДУ РАССКАЗЫВАТЬ. Начну, пожалуй, с дельфинчиков. А дельфинов можно получить эффект, с помощью которого можно куда быстрее плыть. Иногда дельфины могут за вами поплыть. Но это не всегда так получается. УТОПЛЕНИК Утопленники это охранники трёхных руин. Иногда они могут заспавниться либо с удочкой, либо с раковиной, либо с трезупцем. Но чаще всего с трезупцем. ФАНТОМ Фантомы могут заспавниться, если долго не спать. ЗАУ ФАТОМЫ СВЕТИТЬСЯ, ЕСЛИ БРОСИТЬ С НЕГО ТЕЛЕ НЕВИДИМОСТИ. ЧЕРЕПАХА ЧЕРЕПАХИ РАЗМОЖАЮТСЯ МОРСКОЙ ТРАВОЙ Черепахи со временем могут вылуплять яйца после того, как вы размножили. Версия 1.14 Версия 1.14 Добавлено 7 мобов. Начну, пожалуй, с лисицы. Лисы могут подбирать абсолютно любые вещи. Так же это работа с тотемом. Лисы нападают на курицы кроликов. Если заспамить лису в снежной тайге, то она станет белой. КОШКА Кошки встречаются разных видов. В деревне встречаются все виды кошек, кроме черной. Кошка встречается только в кишине ведьмы. Кошки очень любят сидеть на печке, на сундуке или на кровати. Кошки отпугивают фантомов. Обычно она на них шипит. Кошки могут лечь с вами спать на кровати. Тем самым принести подарок в следующий раз. Он... ПАНДА Панды могут заспамниться разного вида. Примерно есть 7 таких видов, и самая редкая из них коричневая панды. Детеныши панды могут иногда чихать. И тем самым могут тропнуть шарик с лиси. Панды размножаются бамбуком, и это не всегда получается. На ней надо кивать головой, потому что... Наверное, с ними не растет бамбук. Нужно просто поставить бамбук. Странствующий торговец. Странствующий торговец. Странствующий торговец продает разные вещи из мира за изумруд. И тем самым он всегда ходит с ламой и путешествует по миру. Правда, торговца с ламой я так и не нашел. Ну да ладно. Странствующего торговца можно встретить практически во всех биомах, кроме в океане. Лама-торговец. Лама-торговец это животное у странствующего торговца, так что рассказывать факты о нем, думаю, не стоит. Мы переходим дальше. Разбойник. В отличие от жителей, разбойники живут в своем собственном обанпосте. Иногда они могут сгенерироваться в чучело возле ванпоста, либо же решетка, за которым находится железный голем. Если убить главаря разбойников, то он нанесет вам проклятие. В отличие от поборников заклинателя, разбойники используют только дальнюю цель, стреляя из-за арбалета. Разоритель. Разоритель имеет два вида атак. Первый вид он вытягивает шею и тем самым наносит огромный урон. Второй вид это когда он углушается и создает рев и тем самым угоняет мобов, которые находятся под близости него. Разоритель может заспавниться с наездником. Разоритель появляется только на третьей волне. В версии 1.15 добавлен один моб и это пчела. Давайте я приведу факты о ней. Пчелы являются первыми летающими нейтральными мобами. При атаке пчелы могут вас отравить своим жалом, если вы играете на нормальной или сложной сложности. Пчелы могут опылять цвета и тем самым собирать нектар для улей. Если сломать пчели на улей, то рой пчелы может налететь на вас. Пчелы можно размножить цветами. 1.16 добавленные 4 моба до последнего релиза 20w18a. Начну рассказывать факты с пиклиной. Так как пиклиные любят золото, они всегда подбирают золото из средки, потом осматривают их и дают замену любой предмет. Пиклиные могут заспавниться с золотым мечом или даже с арбалетом. Пиклиные нападут на вас, если вы не золотой броней. Пиклиные могут вас обнаружить в подробности этой вещи. Пиклиные являются... красным лесу можно размножить с помощью лавомерка лавомерка является единственным дружелюбным мопом в аду лавомерок можно на 10 управлять лавомерками можно с помощью удочки с искаженным грибом сила лавомерка выйдет за вот она посиняет и начнет трястись то есть и ей становится холодно эх жалко пацанчик даже лавомерка можете спавниться с детенышем сверху и последний моб как вы думаете что за последний моб и так последний моб это зоклин да по-другому его называют как зомби фиксированный хоглин зоклинов невозможно увидеть в верхнем мире так и в нижнем мире для того чтобы увидеть его нужно предостаточно притащить у нас превратился на этом ролик подошел концу надеюсь что вам понравилось не забывайте подписываться на канал и ставить лайки всем удачи и всем пока